Всем привет! В этом видосе попробую перечислить русскоязычные каналы о настольном теннисе, которые я смотрю. Это ни в коем случае не топ и точно не истина в последней инстанции, потому что я просто буду говорить свое мнение, что мне нравится, что не нравится. Это не рекомендация, просто может быть вы какой-то канал не смотрите и для вас будет там полезная информация. Может быть. Или просто там напишите, что вам тоже нравится этот канал под видосом. Будет круто. Ну и да, в режиме эксперимента лайкните видос, подпишитесь на канал. Говорят, это помогает продвижение видео. Итак, пойдем. В общем, самым, наверное, первым и самым популярным русскоязычным каналом о настольном теннисе является канал Артема Уточкина. Я, ну вот, начал, наверное, заниматься настольным теннисом, и его канал появился то ли одновременно, то ли чуть позже. И, конечно, долгое время это был, наверное, единственный и самый профессиональный канал. И там must-have смотрели, наверное, абсолютно все. И Артем там очень-очень-очень многое дал полезной информации и каких-то инсайдов из профессиональной среды, и по тому, как он там тренирует детей, и по элементам. То есть, там, получается, у людей там все, ну вот у меня до этого был просто вообще вакуум в голове относительно техники, ничего нормально нельзя было найти. Вот, а у Артема там просто кладись информации, кладись знаний. Но, с другой стороны, из-за того, что он, получается, был один, да, он профессионал, без сомнений, но ты только его мнение, получается, воспринимаешь как профессиональное, альтернативных мнений у тебя нет, и, может быть, там, какие-то его советы не всем подходят. Ну, то есть, он же профессионалов тренирует. Для любителей, например, может быть, где-то это не актуально. Или, например, там, человек уже там с какой-то техникой, ему, может, эту технику не стоит ломать и там переучиваться с нуля, а возникало именно желание все делать так, как говорит Артем Уточкин. А Артем же с вами там не разговаривал, не смотрел лично вашу игру. Он, конечно, там, советовал, там, продавал курсы, кто-то его за это хвалил, кто-то ругал, но он не может знать за всех, сто процентов. А можно было воспринимать его информацию как... потому что другой не было, сравнений было ни с чем. Вот, поэтому... но его канал, конечно, топовый. Там, со временем, как мне кажется, там уже просто стало нечего особо советовать, потому что он выпустил миллион видосов по топ-смину справа, потом миллион по топ-смину слева, и там уже какие-то избранные советы. Потом у него много информации в курсах, не может же он, например, там, что-то... не все он может, в общем, рассказать. Вот. Много рассказал про звезд настольного тенниса, очень интересный у него был блог «Обратная сторона игры». Там очень много контента, и если там люди только-только погружаются в настольный теннис, там, конечно, Артема надо смотреть, потому что там очень много интересного. Вот. Сейчас он последний, у него очень популярный, я бы сказал, рубрика про легенд настольного тенниса. И там эти видосы уже интересны, я так понимаю, не самими, даже не столько, не только теннисистам, и собирают там что-то, какое-то очень большое количество просмотров. Вот. И это здорово, потому что привлекает людей к настольному теннису. И еще, как мне кажется, с Артема, ну, я не знаю, потому что я в настольный теннис окунулся вот только в тот момент, но вот, как появился Артем Уточкин, все сразу захотели быть... ну, окей, не все, но многие захотели быть более техничными, больше работать над техникой, чтобы технично играть в настольный теннис, чтобы на него было приятно смотреть. Это здорово. Так. Следующий канал у нас «Шиповик». Я не знаю, может быть, там уже как-то поминалось название, потому что они периодически меняются. Вот. «Шиповик» существовал одновременно с каналом Артема Уточкина, и там информация сильно отличалась, потому что сам... я не помню, как зовут человека, который ведет этот канал. В общем, это сам «Шиповик». Он любитель, причем достаточно сильный, но, я так понимаю, на начало ведения канала он даже топ особо не крутил. Вот. Но рейтинг у него по ТТВ достаточно приличный. То есть там, например, я... не знаю вообще, доберусь ли я до его уровня, но по сравнению с Артемом Уточкиным это смотрелось... ну, то есть как по-другому. Я поэтому, например, заходил на канал «Шиповика», и его разборы после разборов Артема Уточкина мне казались, ну, очень странными. То есть как будто сильно не хватало профессионализма. Хотя, возможно, как раз мне к ним стоило больше прислушиваться, потому что это все равно альтернативное мнение. Оно может быть неверным, а может быть и верным. То есть надо посмотреть. Но у меня, например, было ощущение, что зачем мне это смотреть, если есть Артем Уточкин. Мне кажется, я был не очень прав. Опять же, у него там тоже сильно менялось. Там, если его где-то там травмировал руку, по-другому снимал видосы, там какие-то трансляции были. Тоже много всего интересного. Про инвентарь рассказывал, как минимум, больше, чем Артем Уточкин в какой-то момент. Тоже интересный канал, тоже, наверное, один из самых многочисленных. Кстати, последние видосы у него были. Он разбирал игры, ну, каких-то своих, я не знаю, друзей или подопечных. Он там просто кого-то секундировал. И там очень грамотные разборы. То есть вот сейчас мне это понятно. Я не знаю, как было несколько лет назад, потому что я глобально не смотрел. Но, в общем, там мужчина тоже знает, что говорит. А, ну и еще он там про шипы рассказывал, про которые я только сейчас начинаю понимать. И тогда вообще, конечно, провал. Так, следующий тоже достаточно многочисленный канал в настольном теннисе. Это Вениамин. Я так понимаю, канал ведет один человек. А основное лицо, которое вещает на этом канале, тренер Владимир, фамилию не помню. Тоже, в общем-то, много интересной информации. Тоже какая-то альтернатива, кстати, Артему Уточкину. Потому что, ну, тоже человек профессиональный тренер. Он говорит свое мнение. Оно может там совпадать, не совпадать, быть правильным, неправильным. Но оно альтернативное. С чем-то можно соглашаться, с чем-то нет. Но это, как минимум, профессиональный тренер. На него к чему-то точно стоит прислушаться. Единого правильного мнения, насколько я понимаю, просто не существует. И, как мне кажется, даже в профессиональной среде. То есть там в России тренируют вот так. Где-то в Европе по-другому. В Китае по-третьему. То есть нет истины в последней инстанции. Даже на высоком уровне, как мне кажется. Поэтому, наверное, имеет смысл любое мнение. Если вам не нравится там то, как человек вещает. Или те идеи, которые он толкает. Поищите на других каналах. Вполне возможно, что мысль там будет вам ближе. Вот. Там, кстати, на этом канале какое-то время, видимо, у этого Владимира тренировались Илья Ронин и Мукомбетов Марат. Потому что они на многих видео фигурировали. Вот. Не знаю, как там внутренняя кухня. Там с детства они у него тренировались. Или только в какой-то период. Вот. Но присутствовали. Так. Следующий. Сейчас, наверное, самый... Ну, на мой взгляд, я больше всего смотрю. Канал Заненко. Валера Заненко. Ну, Валера, понятное дело, профессиональный игрок. Профессиональный тренер. И там по такому количеству инсайдов, сколько у него, наверное, мало какой канал может сравниться. Во-первых, это было очень интересное альтернативное мнение. По сравнению с Артемом Уточкиным. Интересно оно было не как профессиональное, а как тренера, который тренировал любителей. То есть, тет-а-тет. Насколько я понимаю, Артем Уточкин никогда любителей тет-а-тет не тренировал. То есть, он разбирал, делал какие-то разборы игры любителей, что-то советовал. Но в основном он работал с профессионалами. А Заненко именно работал с любителями. То есть, к нему приходит человек с корявой техникой. И Заненко ему или ее правит, или помогает, или советует что-то с инвентарем. И они решают, как он будет играть. Поэтому его советы мне показались вначале просто суперценными. Еще Валера невероятно продуктивный и очень часто выпускает видосы. Не могу сказать, что там все суперинтересные и суперполезные. Но очень много видосов. То есть, если вы там скучаете по контенту в настольном теннисе, то у Валеры он там, если не ежедневный, то несколько раз в неделю точно. У Валеры какая-то дикая продуктивность. Еще у Валеры суперинсайды с точки зрения... То есть, у него там были интервью по скайпу с такими легендами настольного тенниса, что просто вау. То есть, там последние видосы у него были с Алексеем Смирновым. И там то, что вещает Алексей Смирнов, ну, суперинтересно вообще. Ты нигде такого не найдешь, услышишь. И это, конечно, здорово. Вот. Также у Валеры там суперразный контент. Там и обзоры были. И советы по технике, и советы любителям, и по игре шипами, и в защите, и по топспину. И вот эти инсайды просто там про то, как выступают наши ребята. Про что-то там про игру китайцев, про игру каких-то европейцев, про какую-то нестандартную игру. То есть, там супер всего много, супер все разное, и все очень интересно. Сейчас, мне кажется, топовый канал. Не менее интересный канал Алексея Силантьева. Но Алексей просто реже выпускает видосы. Но зато, например, у него он всегда снимает на очень качественную камеру. И там всегда супер качество. Особенно, к тому же, Алексей, я не знаю, как он стоит, но он часто тренируется, либо присутствует на тренировках тоже наших звезд. Скачков, Шибаев, Кацман. И посмотреть на наших звезд, когда вот человек записал на хорошую камеру, еще и замедлил. И нам показывает, ну, тоже такого стоит. Как бы, нигде вы такого не увидите. Тоже супер инсайды. Также он записывал интервью с нашими звездами, и это тоже супер интересно. В общем, вот, Занем Ксилантьев для меня, наверное, два самых топовых канала на данный момент. Потому что интереснее, чем у них, наверное, мало где. Вот. А еще у Алексея очень интересно. Он много показывает видео, как он учит людей. Но также он показывает много видео, где он учится сам. Либо ему тренеры более высокого уровня объясняют что-то, либо разбирают его игру, либо он сам что-то понял, причем на его высоком достаточном уровне. Он мастер спорта. И вот, когда мастер спорта рассказывает тебе, что он тут недавно понял в игре, ты офигеваешь, тебе кажется, ну, для тебя мастера спорта небожители, и они вроде и так все знают. Оказывается, у них тоже открытие, они тоже растут, они тоже что-то понимают. И вот это очень здорово. Очень интересно это посмотреть. Так. Следующий у нас. Вот, наверное, для меня третий по интересности. Канал «Настольный теннис своими силами». Канал менее многочисленный, чем до этого. Там две с чем-то тысячи подписчиков. Его ведет любитель, но он достаточно высокого уровня. Я так понимаю, что это близко к КМС. Вот. И он там понимает очень интересные темы. Прям интересно за ним следить. Интересно. Вот он такие мысли иногда выдает, что я такой, почему я не видел этого у Силантьева или у Заненко. И он там разбирает. Я такой, блин, ну да, да, круто, я согласен. Там со многим я и не согласен. Но я такой, ну, чувак в дело говорит. Тоже он наверняка не везде прав, но он прям глубоко копает. Он, правда, иногда это очень непонятно объясняет. Там, например, про траверс я до сих пор не вообще понял, что это такое. Но многие мысли он толкает очень интересно. Или он показывает технику каких-то. Чуваковским он играет. И там эта техника какая-то уникальная. Ты такой, раньше ты насмотрелся Артема Улочкина, и все, кто играет не технично, тебе казалось, а, ну такое. А при этом сейчас, например, Заненко показывает сейчас какую-то необычную технику. Это интересно. И вот настольный теннис своими силами он тоже показывает Чуваков, с кем он играет. И там иногда тоже такая очень интересная техника. И еще у него на канале вот часто фигурирует Александр Георгиев, мастер спорта. И вот это, по-моему, тоже очень интересный персонаж. Он и рассказывает интересно. И если бы он где-то канал свой вел по настольному теннису, я бы обязательно смотрел, потому что за ним просто, как за человеком, интересно следить. Он болтает интересно, какие-то шуточки, прибалуточки. Он у Ронина Ильи в блоге пребывал какое-то время, когда они, видимо, вместе в команде ездили. Это суперинтересный чувак. Если бы его было больше, я бы был только рад. Так, следующий тогда, наверное, канал, это канал Ронина Ильи. Ронин Илья, насколько я понимаю, мастер спорта. У него, как мне кажется, ему иногда тяжело придумывать темы для видосов, потому что он там быстро рассказал про то всем справа, слева, подачи и все в таком духе. И там у него бывает, видимо, кризис идей. Но он, во-первых, за ним самим интересно посмотреть. У него техника. Хороший он играл липучками. Вот я в первую очередь на него подписался, потому что он играл Хурриканом. Сейчас он, кажется, играет Dignings 0.9. Я сначала за ним следил, потому что он Хурриканом играет. И вот про китайский инвентарь рассказывал. Вот. Обзоры у него есть интересные. Но самое интересное у него это блог. С блога я кайфовал прям, как они этим своим клубом Алтай куда-то поехали, с кем-то играли, здесь выиграли, там проиграли. Там эмоции у мужчин интересные. В общем, я прям кайфовал с этого блога. И, конечно, надеюсь, он будет выкладывать что-то такое почаще. Вообще интересно, правда, что у него получилось. Я так понимаю, пока он ведет канал, у него рейтинг ФНТР вырос на 300 пунктов, наверное. И он мастер спорта получил, пока ведет канал. В общем, тут мне интересно смотреть не столько какие-то технические моменты и советы, сколько за самим персонажем, ну, человеком, точнее. Я Ромин, прикольный чувак. Вот. Так, следующий канал. Интересный и, мне кажется, важный. Это ТТ-Максимум. Канал магазина ТТ-Максимум, находящегося в Украине. Канал, я думаю, там заправляют несколько человек, но основное лицо у них Алексей Сапачевский. Амбассадорный на постсоветском пространстве фирме Инхи. У него, во-первых, видимо, он какие-то еще спецзаказы делает, потому что какие-то накладки можно найти только у него. Не знаю, как у них там договоренность, но... Очень интересно. Вот у него на канале ТТ-Максимум супер много обзоров китайского инвентаря, в частности Инхи. То есть там большую часть информации, которую я знаю про китайский инвентарь, мне кажется, я получил с этого канала. Поэтому очень много полезной информации. Просто много полезных, интересных видосов с нарезками игроков достаточно высокого уровня. Больше всего мне, конечно, там обзоры нравятся. И иногда просто рубрика «Вопрос-ответ» от Алексея Сапачевского тоже бывает достаточно ценный. Так, что еще? Так, сейчас у нас пойдут, наверное, менее многочисленные каналы. Наверное, уже до тысячи, большинство последующих. Так, канал «Играем настольный теннис». Хотя они, по-моему, перевалили тысячу. Он как только не назывался. Станислав Варченко его ведет. За последнее время несколько раз название менял. Я поэтому немножко запутался, как называется канал. Насколько я понимаю, ну, Станислав игрок высокого уровня. Наверное, близко к Келли Ронину. ФНТР, у него рейтинг, по-моему, 600 с чем-то. А РТТФ, это который в Москве рейтинг. Может, не только в Москве, наверное, я, насколько знаю, в Москве. Там 900 с чем-то, и от него мастера спорта отлетали. И вот это очень интересно. То есть он еще играет, как бы, не самым стандартным инвентарем. Он играет Лонг 5, по-моему, и Юпитер 2 у него с обеих сторон. То есть он показывает, что на высоком уровне, там, уровень тысячи рейтинга, можно играть накладками и выигрывать мастеров спорта накладками за тысячу рублей. И это прикольно. То есть, ну, там вот этот всегда спор про Европу или Китай. В основном-то все играют Европой. И вот, например, Ронин, кстати, играл Китаем, сейчас перешел на 0.9С. И вырос в рейтинге. Не знаю, связаны ли эти вещи или нет, но получается, он от Китая ушел и вырос. А Варченко не отказывался. То есть он играет Юпитером 2, гибридом от Инхи. И на достаточно высоком уровне. И показывает, что да, и можно играть, и можно выигрывать, и можно выигрывать даже мастеров спорта. Главное уметь. Вот. Техника тут ключевая. Ну, помимо своих игр, он также выкладывает обзоры инвентаря. Какие-то технические элементы в последнее время начал выкладывать. И достаточно интересно. Потому что, грубо говоря, про топ-спин справа мы видели везде многое и всего. А там, как там, короткий прием справа. Не супер много видосов. И тут полезно. Так. Еще чуть не забыл. Очень полезный канал. Вы его наверняка смотрели. Даже если не знаете про это. Леха Фесс. Там записи игр, по-моему, из российского чемпионата. И просто из клубов. Ну, там просто хорошая запись игр. Качественная. Бывает с многих ракурсов. С хорошего угла. Там в иноязычном ютубе. Такие видео с этого ракурса сейчас называют best angle. Ну, то есть, типа, лучший угол для просмотра игр на настольном теннисе. Вот. Ну, короче, там респект ос. Чуваку крутые видосы. И еще точно сказать про канал. Около 700 подписчиков. Сергей Асташонок ведет. Мастер спорта. Там он показывает упражнения, которые делают с учениками для разучивания разных элементов. Также показывает технику сам. Выполняет какие-то элементы. Немножко обзоров проводит. Какие-то мастера спорта у него там периодически появляются. Ну, тоже альтернативное мнение. Там мастер спорта все-таки можно послушать. Много полезного. Еще, оказывается, забыл Висту Спорт. Куда без него. У них уже и подписчиков много. Там 6000. И игроков они приглашают именитых. Инвентарь обозревают. Ну, там вот обзоры инвентаря почему-то скучные. Не знаю. Мне скучно смотреть обзоры Висту Спорт. Они такие, ну, крутятся хорошо, летит быстро, сильно. Там что-то анализом каким-то и не пахнет. Хотя вроде суперэксперты все. Вот. Но там то, что у них игроки рассказывают, это, конечно, очень интересно. И судейская рубрика у них сейчас появилась. В общем, тоже надо смотреть. Следующий канал SG7. На канале около, если не путаю, 700 подписчиков. Его ведет любитель, ну, получается, не самого высокого уровня. Он играет пару лет. Там, по-моему, 400 РТТФ у него. Вот. Ну, я не говорю, что он слабый игрок. Я имею в виду в сравнении с всеми предыдущими. То есть, там часто мастера спорта и так далее. То есть, тут любитель-любитель. Тоже в основном рассказывают про китайский инвентарь. Я поэтому смотрю тоже много про Инхи. Достаточно продуктивный. Многое часто выпускает видосы. Рассказывает свое мнение. Тоже можно соглашаться, можно не соглашаться. Но принять к сведению интересно. Там же еще всегда невозможно снять обзоры абсолютно на все. Есть и там прочитать даже. Бывает, тебе интересна какая-то накладка. Ты не можешь просто нормальный обзор найти на русском языке. Можно, конечно, по-моему, из Индонезии, что ли. Я смотрю периодически обзоры. Но у них нет английских субтитров. Они там что-то на индонезийском базарят. Ну, прикольно, конечно. Можем смотреть, как они на столе играют. Но какую-то информацию почерпнуть из этого сложно. Можно на ревспине смотреть. Но даже на ревспине не ко всем накладкам и доскам есть адекватные обзоры, сравнения и так далее. Поэтому вся вот эта информация собирается, мне кажется, по крупицам. Смотришь все. В итоге формируешь какое-то свое мнение. Так, и, наверное, последние два канала пересислили. То, что это долг базарю. Максим ТТ, около 70 подписчиков. Там парни хорошего уровня. Я так понял, у них рейтинг что-то около 700 пунктов. То есть, что-то близкое к МС. Там просто интересно посмотреть за их играми. У парней хорошая техника. Круто играют. И немножко рассказывают про инвентарь. Там тоже, по-моему, в Китае. Сейчас они, ну, основной человек, который канал ведет, Максим, играет, по-моему, Юпитером Корейским, который для Кореи. Вот, тоже интересно. Еще мне нравится канал Дмитрий Сдобнов. Тоже около 600 или 700 подписчиков. Не очень часто видосы выпускает. Но мне нравится, что у него все видосы достаточно короткие, там, по минуте. И там просто насыщена техника. Он показывает, как делать топ-спин справа, топ-спин слева. Какие-то нарезки китайцев. Просто посмотреть, как технично делать. Ну, и опять же, насколько я понимаю, он мастер спорта. И там тренирует в Москве. Показывает, как ученики тренируются. Тоже полезно. Вот, в общем, какие каналы смотрите вы? Можете написать в комментариях. Наверняка я что-то забыл. Или про кого-то просто не знаю. Напишите, будет интересно. Всем пока, всем удачи.